Дома, и сейчас я посмотрю, видно и слышно, начнёт в оригинале, сейчас картинку увижу и начну. Сегодня я, как всегда, отвечу на вопросы, связанные с эзотерикой, отвечу на ваши вопросы. Всё, картинка есть, хорошо всё получится. Шумит немножко, да? Шумит, шумит. Шумит немножко, да? Раз. Чего ты шумишь? Раз, раз. Чего ты шумишь? Вот эту штучку попробуй. Давай, вытягивай её, сынок. Вот эту сбоку вытягивай. Давай, вытягивай её, сынок. Вот эту сбоку вытягивай. Вот так слышно, буду просто громче разговаривать. О, да, буду просто вот так разговаривать. Извините, не получилось. Почему-то пошло шипение, к сожалению. Эх. Ну что, давайте я буду отвечать на ваши вопросы. Сегодня вы задали мне вопросы и опубликовали на моей странице в фейсбуке. Здравствуйте, под данным постом свой вопрос задайте. Я отвечу на него в сегодняшнем вебинаре по эзотерике 18.00 в YouTube. Я получил 237 вопросов. Также сейчас вы задаете мне вопросы прямо на YouTube-трансляции. Итак. Итак, начнём. Элья Космякова, здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, где найти информацию, как правильно создать алтарь, как с ним работать, могут ли другие трогать предметы алтаря, может ли он находиться на видном месте или нет. Я это даю на обновлённой первой ступени. Также я рассказываю это в обрядовой магии, как подготовить алтарь, как его зарядить, каким образом с ним работать и пользоваться. Всё это есть в первой ступени эзотеристской школы Кайлас. Обязательно проходите, там об этом всё сказано. Саня Садуова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Смотрю ваше видео по снижению давления и нормализации работы сердца. У меня, наоборот, давление повышается. Что я делаю не так? Видимо, данное видео вам не подходит. Поэтому вы всё делаете правильно, то, что смотрите. Но на самом деле, вы в данном тексте своём фактически меня обвинили. То есть, вы обвинили меня в том, что если бы вы его не смотрели, давление бы у вас не повышалось. Но я хочу сказать, что у меня не было задачи сделать так, чтобы оно у вас повышалось, это давление. Я его делал, это видео, чтобы давление снижалось. С вами не работают, значит, такие видео. Начинайте принимать таблетки. Светлана Садовская. Я с семьёй живу сейчас в Турции. Через пару месяцев мы хотим переехать в другой город. Будет ли нашей семье в этом городе хорошо? Да. Ещё ваши мантры шумы работают. Моя жизнь меняется в лучшую сторону. По энергетике и по здоровью. Ура! Алла Павленок или Павленок. Здравствуйте. Как правильно лечить порез стопы при ущемлении седалищного нерва? Лечусь 8 месяцев, прогрева мало или лучше сделать операцию? Вам лучше сделать операцию, но на самом деле может помочь медовый массаж. Обратитесь к человеку, который может делать медовый массаж и делайте. Очень хорошо помогает припарки, которые делают из лопуха. Сушёный лопух берётся, после чего заливается горячей водой, отжимается и прикладывается к месту, где есть ущемление седалищного нерва при порезе вот таком. И это всё отпускает. Ну, держится где-то 15-30 минут, после чего прикладывается новая тёплая аппликация, которая сделана из вот такого несталопуха. Зураб Альбертович. Здравствуйте, наш уважаемый учитель. Здравствуйте. Мы с моей любимой женой, ваши ученики, уже больше трёх лет. Сейчас мы проходим вторую ступень. И все годы, как мы в школе были на первой ступени и всё время с её практикой двигались вперёд. Самое интересное, что и сейчас она работает и даёт результаты. А мы хотим идти дальше. Но такой большой быстрый эффект, как от первой и второй ступени, что мы в приятном шоке. Первый год это было. Мы с женой чуть под машиной не остались. Столб спас в нескольких метрах. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, что нужно нам переделывать или продолжать так же? Продолжайте так же, вы идёте правильным путём. Почему произошла неприятность? Если в начале духовного пути у человека появляется неприятность, то таким образом он рассчитывается за кармические прегрешения вот таким путём. То есть в случае, если судьба плохая, то можно вот таким одним розчерком или одной такой запятой решить сразу все вопросы. То есть теперь вам придётся прожить счастливо, долго. Вы уже никогда, скорее всего, не попадёте в катастрофу. На вас никогда никто не наедет. Таким образом вот всё и получилось. Татьяна Бондаренко, попсуй. Вы молодцы, восхищаюсь вашей парой, ваши тёплые нежные чувства друг другу и та радость, которую вы излучаете. Это основа хороших достижений эзотерики. Это моё мнение. Совершенно верно говорит Татьяна Бондаренко. Дело в том, что самый лучший нюанс, который может быть у человека, это возможность каждый день произносить слова «мне нравится». Я об этом говорю на первой ступени. Обычно люди живут, как живётся. То есть они не обращают внимания, у них плохое настроение, плохой характер, плохая судьба или ещё что-либо плохое. И первое, что я начинаю говорить о том, что помните мою историю о дворце, о том, что кто-то видит грязь во дворце, кто-то роскошные картины и гобелемы. Точно так же и в нашей жизни есть такое понятие «самонастрой». Вот если самонастраивается на радость человек и просто себе произносит «мне нравится это, мне нравится то», «мне нравится это, мне нравится то», то со временем, я это называю синкопой, он начинает изменять свою судьбу и она ему нравится. Ну и, конечно же, человек должен жить по принципу доброты. То есть если человек добрый, то человеку всё в жизни удаётся, у него всё в жизни получается. Но добрый не только внешне и не только к людям, которые живут возле церкви, и не только к собакам и кошкам. А добрый прежде всего к себе и к тем людям, которые рядом находятся. Я часто встречаю людей, которые кошек кормят, которые людям помогают, а дома сущат. Они на всех обижаются, они всех ненавидят, у них ко всем претензии и так далее и тому подобное. Ирина Шпаченко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Аутизм. 27 лет. С двух с половиной молчит. До этого всё было прекрасно. Умный, общительный, любознательный, активный и ещё единичный, но очень сильные эпиприступы. Как помочь? До ковида везде ходили и был спокойный среди людей. Это вопрос, который не связан с эзотерикой. Буквально недавно я провёл вебинар, который называется «Здоровым быть легко поможет Дуйко». Буквально на этой неделе во вторник. Найдите его на моём YouTube-канале, который называется «Тибетская формула. Спасительные рецепты» и просмотрите. Там я говорю о... Так он трещит, Софика. Я его вставил, а он трещит. Или хорошо было? Давай поставим. Что, плохой звук? Да, любимая жена приходила. До ковида везде ходили и был спокойный среди людей. Сейчас очень сложно, отказ от многого. При этом ему скучно. Начните принимать мои препараты. Гепакс, препарат Апсантин, препарат Окситоцин-спрей. Кстати, там о нём рассказывают. Оксана Островская. «Скажите, пожалуйста, когда безопасно будет вернуться в Харьков, находимся дочкой в Швейцарии, думаем оставаться здесь или лучше вернуться в Украину?» «Вам лучше вернуться в Украину, скорее всего, ближе к ноябрю месяцу». Ирина Козликина. Оксаночка, очень понимаю, вас хочется домой. Но надо продолжать, пока не закончатся обстрелы. Абсолютно с вами согласен. Это произойдёт после того, как армия начнёт наступление. Ирина Кенсицкая. «Здравствуйте, ученица. Подскажите, по сколько раз надо читать коды в первой обновлённой ступени? Мнения в чате разделились от 8 до 108. Там я даю, насколько я помню, их около 100 кодов. Если каждый код прочитать 108 раз, то это займёт не менее 7-8 часов. Именно поэтому я говорил, если вам хочется читать все коды за раз, читайте каждый код по 7-8 раз. У меня даже есть чётки, я тоже читаю по 7-8 раз. Вот. И чётки разделены. Здесь между одной бусиной и другой 8 бусин. Поэтому я читаю один код между большой и заканчиваю на второй большой. Всё хорошо? Или включаем? Нет. Хорошо видно? Сейчас покажу мою жену. Иди ко мне сюда, сядешь на коленчика. Ну давай, ну на одну минуту. Ну, все говорят, что я вообще без жены. Смотрите, вот она моя любовь. Вот так. Да, красивая такая. Стесняет меня. Людмила Григорова. Григорова. Когда я вас слушаю и понимаю ваше учение, и всё, о чём вы рассказываете, принимаю. Но почему-то, когда мне говорит сын, я принимаю немного штыки. Как правильно поступать, чтобы доверять? Так, что он также всё рассказывает точь-точь, чуть не вашими словами. С уважением мамы, низкий поклон. Когда растёт человек, то мама всегда остаётся для себя, человеком, который внутренне всё равно считает, что он авторитет. Это такая особенность. Ничего нельзя с этим сделать. Маму слушаются в детстве, когда дети вырастают. А мама считает, что их должны слушаться и в взрослом возрасте. Помните эту пословицу о том, что яйца куриц не учат? Это проблема, которая решабельна. Эта проблема решабельна, если вы начнёте больше прикасаться к своему ребёнку. Трогайте его, когда он вам рассказывает что-то. А также после каждого слова или после каждого предложения восхищайтесь. Смотрите, для того, чтобы не раздражаться на человека, начните восхищаться. То есть он раздражается, а вы делаете так. Вот молодец. Да, точно. Какой же ты молодец. Вот это очень помогает. Здравствуйте, Андрей Ильич. Подскажите, стоит ли получиться мне себя реализовать? Делать хорошо творческой штукатуркой на стену? Хочу заниматься. Да, получится. Пробовала мне понравиться. Да, проходите курсы, получится. Галина Брандштеллер. Брандштеллер. Пожалуйста, скажите, мой старший сын Александр вернётся домой невредимый с войны. Я, к сожалению, милая моя Галина, не отвечаю на такие вопросы. Простите. Не отвечаю. Потому что если мне придётся сказать, что не вернётся, как вы себя будете чувствовать? Скажите мне. Давайте без этого. Я вас прошу. Наталья Мамалыга. Всегда слушаю ответы на вопросы, которые вам задают ученики школы. Очень часто нахожу ответы для себя, если можно. Ответьте. Моя старшая дочь хочет уехать с парнем во Львову жить. Да, пусть едет. Юргите Казана Вичене. Давно лет пять осталось, не осталось совсем радости, эмоций, только слёзы. Может, из-за этого не срабатывают практики. Ученица первой бесплатной ступени практикует 58 СНГ-Я. Участвовал в обряде. Руки почти опустились. Если у человека постоянно идут слёзы и плаксивость такая, то это судорожное явление. Необходимо обратиться к неврологу, сделать энцефалограмму и, скорее всего, полечить ЭПИ-синдром. Он не генерализируемый и небольшое применение препаратов, ну там, Депакин или Карбамазепин в небольшой дозировке, смогут убрать вашу проблему. Поверьте мне, ваша проблема имеет не психическое состояние, а физиологическое. Помочь вам можно будет, обязательно это сделайте. Светлана Стрюкова. Восхищаюсь вами вашей семьёй. Скажите, сын с семьёй живёт в Польше, останется на ПМЖ. Лучше оставаться. Ирина Рябуха. Может быть, сегодня не совсем по теме научилась, продолжаю учиться. Но мне непонятно ни с того, ни с сего. Моя сестра, 42 года, заболела онкологией официального диагноза, медицина не поставила. Постоянно какая стадия отправляет на дополнительные анализы. Вокруг говорят, что это проблемно, искать каких-то бабок, нахрен, скажите, помогут ли они ей. Видимо, стадия у вас очень тяжёлая. Начните и одно, и другое. Вам никто не мешает проводить курсы химиотерапии, я так предполагаю, и тут же её возить бабкам каким-либо. Конечно, если бабки будут говорить, отменяйте лечение, не отменяйте. Необходимо и первое, и второе, и третье. Я, кстати, выпустил препарат, называется бетулиновая кислота. Прочитайте о нём в интернете. Бетулиновая кислота на сегодняшний день это препарат и вещество, которое с успехом лечит апоптозом, то есть путём уничтожения раковых новообразований. Лена Олена. Здравствуйте, мира добра. Станет ли сын успешным человеком? Волнуюсь за него. Ну что я должен ответить, милая Лена? Скажите, что? Если он не станет успешным, мне надо вам сейчас это сказать? Что вы хотите от меня? Ну подумайте сами. Надина Шуваева, с уважением ученица, станет, конечно. Подскажите. Ответьте на вопрос в последние месяцы. Не так вы задали вопрос. Нужно было так. Что мне сделать, чтобы сын стал успешным? А сделать есть что? Делайте вымаливание. Складывайте руки и произносите. Пусть сын будет успешным. Пусть его ноги и руки всегда находят работу. Пусть у него всегда будет хорошее знакомство. Пусть все люди его обожают. Это называется вымаливание. Делайте это вымаливание два раза в день, три раза в день. За один месяц не узнайте на 100% человека. Проверено работает. Подскажите, ответьте на вопрос. В последние месяцы все не так хорошо у меня читают коды и слушают шумы. Наступил какой-то ступор во всех делах. Вам необходимо не шумы. Вам необходима психическая энергия. Психическая энергия расходуется во время того, когда человек слушает шумы. Как нарабатывается психическая энергия? Голодом, дисциплиной, холодными обливаниями. И второй вариант это постом. И второй вариант это чтение мантр в хорошем настроении. И произнесением слов. Мне нравится то, мне нравится то. Начните с этого. Произносите себе слова. Мне нравится то, мне нравится это. Мне нравится то, мне нравится это. Валентина Лунгу. В нашей семье мужчины не могут заботиться за своими детьми. Один развелся, жена ушла. Не разрешила общаться с сыном. Он поменял его на фамилию. Другой брат умер после рождения сына. Третий усыновил девочку. И она узнала, что не их родная. Не хочет общаться с родителями. У сына моей сестры после рождения мальчика развелся. Уже год не хочет общаться. По вашему мнению, причина изотритская. Есть такое понятие. Смотрите. Мужчина. Прообраз того, как ведет себя мужчина. Это прообраз того, как ведет себя женщина по отношению к нему. Мужчина, который не помогает детям. Мужчина, который не заботится о детях. Это мужчина, о котором не заботятся. И которому не помогают женщины. Вот такая история. Я эту историю уже рассказывал когда-то. Повторю еще раз. Если мужчина после развода с женщиной не помогает и живет сам, помогать не будет. Если мужчина живет сам, сам готовит себе еду. У него есть там небольшие какие-то отношения редкие, возможно, с кем-то. То не ждите. Он ребенку помогать не будет. Если будет, то очень-очень мало. Но как только появляется в его жизни женщина, которая начинает ему помогать и заботиться о нем. Стирает ему там одежду, гладит, кормит его. Старается, чтобы его жизнь была комфортной в этой семье. То есть счастье в семье появляется. В этот момент у него появляется желание заботиться и о ее детях. И о своих детях. И о тех детях своих, которых он где-либо нарожал. Поэтому все зависит не от вас. Поэтому если мужчине попадается женщина, которая не заботится о нем, то он никогда не заботится о ком-либо. Можно ли изменить это? Конечно, можно. Смотрите, что нужно сделать. Когда мужчины ваши, если это родовое проклятие, чем можно убирать? Существует определенная эзотерическая программа или определенная эзотерическая практика. Если человек считает, что на него влияют. Если человек считает, что по карме что-то передается. Как ему помочь и как себе помочь. Когда вы будете засыпать, представьте, будто вы видите на своем сердце огромное количество огненных глаз. Эти глаза имеют название. Эти глаза имеют название. И я когда-то об этом рассказывал на своем семинаре. Отпор через глаза, по-моему, вторая часть. Если человек при засыпании складывает руки и при засыпании представляет, будто в своем сердце он видит огненные глаза. Хотя бы несколько секунд, если он это представляет, то все зло, которое на человека воздействует на протяжении жизни, будет закончено. И отдастся тому человеку, который это сделал с ним. Даже если это кармически. Делать это для себя можно. А также для того человека, о котором вы заботитесь. И второй вариант. Если на вас каждый день кто-то влияет, и вы не знаете, что вам делать. Необходимо убирать то, что на вас влияет. Есть практика астрального устранения зла, который на вас может быть произведено в случае, если начитать на вас молитву, провести с вами обряд какой-либо, забрать вашу одежду и забрать вальтом у вас везение и так далее. То есть одним словом, создать с помощью магии и оккультизма или влияния какое-либо на вас. Как это убирается? Тоже очень несложно. Необходимо на ночь искупаться, одеть свежее белье. Когда вы ляжете с закрытыми глазами, представить, будто вы моете свое тело губкой и сначала мылом, после этого оно пенится и после этого смываете. Не торопитесь, делайте это медленно, с ног до головы, после чего вновь на пенелих, как в турецком хамаме, когда пенку такую создают. После этого в обратную сторону. Если человек это делает перед сном и делает это, ну хотя бы 10-40 дней, то любое влияние, которое происходит на него негативно, будет утеряно. Каждое утро при этом начнете себя хорошо чувствовать. Очень уникальный метод такой, рекомендую его использовать. От меня вам вот такой подарок, пожалуйста. Нина Речкалова, у меня когда-нибудь будет ребенок и мужчина для жизни, а если не будет, вот вы задаете этот вопрос, а если не будет, скажите, то что мне нужно сказать, Нина? Конечно, будет. Вы просто это говорите, потому что вы надеетесь на судьбу, а вы не верите в судьбу. Вы делаете так, как вам хочется. У меня есть семинары, которые... Чем отличается эзотерик от обычного человека? Обычный человек уповает на то, что будет хоть чуть-чуть, как он хочет. Эзотерик кует железо, как сказал Папанов Анатолий, не отходя от кассы. Поэтому вам нужно замуж? Семинар. Вам нужно счастье? Семинар. Вы хотите богатство? Семинар. Валентина Михаил Иоаннов. Как убрать крадник? Пожалуйста, помогите. Если знаете человека, который является крадником, отправьте деньги этому человеку на счет. Или отправьте деньги на телефон, или подкиньте эти деньги так, чтобы 100% он их поднял и забрал. И скажите, отдаю тебе, выкупаю у тебя то, что ты у меня украл. В случае, если ничего не украл, то ничего не произойдет, просто деньги потеряете. В случае, если украл, вернется все, что было украдено вам. Подскажите, Татьяна Динь. Подскажите, пожалуйста, когда откроют границу для выезда мужчин из Украины заранее, вас благодарю. Они открыты для выезда мужчин, но они открыты для тех, кто имеет право выезжать из Украины. То есть, это люди, которые не военно обязаны, мужчины-инвалиды и мужчины, у которых есть много детей, как у меня. То есть, я могу выезжать из Украины в любую страну, но нахожусь в Украине. По поводу всех остальных. А это все произойдет в тот момент, когда закончится война. А война закончится не раньше последних чисел февраля 2023 года. Об этом тоже говорили. Катерина Долгова. Пожалуйста, как можно избавиться от постоянной тревожности и бессонницы? Если это постоянно, то это психическое заболевание. И для того, чтобы избавиться от постоянной тревожности и избавиться от бессонницы, необходимо принимать нейролептики, обратиться к психиатру. Это несложно сделать и такие заболевания очень несложно лечить. Какими-либо препаратами. Нейролептики, сироквель, антидепрессанты, нейролептики. Пусть врач назначает. Давайте, я не буду вам знать. Анита Анците. После выздоровления от тяжелой болезни, я начала новую жизнь. Может ли смена места жительства помочь восстановить достаток бизнеса, любовь? Не нравится мое нынешнее место жительства, но такое ощущение, что здесь все остановилось. Я не знаю, с чего начинать. Должна ли я продать свой существующий дом и построить новое место для жизни? Конечно, нет. Вся наша жизнь начинается с нашего сердца. Если вы живете и вам ничего не нравится, все будет плохо. Если вы живете и делаете так, чтобы нравилось, все будет нравиться. Я вот часто говорю об этом и почему-то кто-то хочет слышать, кто-то не хочет. Знаете, и ведь это и называется духовной работой. Когда человек духовно начинает над собой работать, как это выделить? Смотрите. Человек, который... Человек может перетерпеть, а может осознать. Вот как неосознанность проявляется. Женщина, допустим, готовит еду и дочь ее подходит и говорит, мама, давай я тебе помогу. Она говорит, нет, не нужно помочь. Я сама справлюсь. Почему? Потому что она думает, ну, дочь, видно, занята. Пусть мой ребенок там отдыхает. Еще она работает, замуж выйдет. После этого она уходит, дочка. А у женщины включается, я это называю, подселение. То есть дурня, как я это называю, в народе дурней называют. Вот это яйцом выкатывается. Это безумный дух такой, который находится в человеке. И он начинает говорить, ага, всегда я сама работаю. Никто мне никогда не помогает. С утра до ночи. Ну и только пользуется. Так тебе сказала, сказала, да. Тогда почему ты не сказала, чтобы тебе помогла? Почему? Потому что вот этот дух, вот эта вредность человеческая, она мешает. И это человеку мешает быть другим человеком. С этой вредностью нужно бороться. Как на первой ступени рассказываю. Ее нужно идентифицировать, не получать от нее удовольствия. Найти ее и послать из своего сознания, организма и тела. Обвести ее и как медузу выбросить. Ну и в вашем случае вы мне описали то, что у вас нет сил, нет вернее желания. Нет ни бизнеса, ни любови. И для того, чтобы это все произошло, у вас, вам необходимо творчество и забота. Заведите кота и кошку или заведите собачку или там еще кого-либо. После чего начните заниматься творчеством. Каким хотите, чтобы в вашем случае произошла и любовь, и бизнес, и достаток. Начните либо вышивать, либо рисовать. Как? Даже если у вас не получается. Все равно рисуйте, вышивайте, пишите тексты, занимайтесь каким-либо творчеством. Иси Амосова. Мой близкий друг уехал защищать Родину. На протяжении 30 лет нас судьба сводит и разводит уже третий раз. Сможем быть вместе? Да. Марина Чакина плюс. Существует ли самая маленькая частица в мире? Или микромир также может быть бесконечен? Может быть в каждом человеке своя вселенная. Так и есть, я тоже в это верю. Но частица, как бы ни делилась частица, она переходит в волну. Поэтому все имеет волновую природу. То есть, если делить микрочастицы, они становятся волновыми или становятся волной. Именно поэтому уплотнение волны приводит... Что такое ток электрический? Это направленное движение частиц. Каких? Микрочастиц. Может ли превращаться частица в волну? Конечно, может. Это передатчик волны, допустим. Смотрите, я включаю электрический ток в радиоприемник или в сотовый телефон. Сотовый телефон передает информацию в виде волны. То есть, можно сказать, что направленная частица, попавшая в телефон, электрическая стала волновой. То есть, мы видим, что самая настоящая частица, она превратилась в волну и так далее. Точно так же и любое существо. То есть, нам кажется, что мы люди на самом деле. Люди состоят из клеток, клетки состоят из РНК, ДНК и так далее. Это, в свою очередь, каждая из этих частей состоит из электронов и протонов. Они, в свою очередь, состоят из более мелких частиц, которые открыты. Если это все делить до бесконечности, получится волна. Именно поэтому волны волнообразные, просто нам это не нужно. Просто есть закон Божий, который делает нас твердыми и недолго живущими. А все время забывают, что у меня микрофона нет. Ай, кому ж амбар цумян. Ух ты ж. У мужа проблемы с памятью. Что бы вы посоветовали для улучшения? Сейчас он принимает мимантин и гинкобилова. Гинка, наверное. Для памяти я рекомендую препарат Тутус, молодила, битулиновая кислота и алгоцин. Оксана Счастливая. Здравствуйте. Я восхищаюсь вашей огромной силой и волей. Вы непревзойденный человек. Пусть бережет вас Господь. У меня такой вопрос к вам. У меня узлы на щитовидке уже много лет назначили гормоны. Я их не пью. Вот недавно сделал УЗИ. Которая показала, что правая доля меньше в размерах. Назначили сдать кровь на гормоны. Но так как сейчас лето, сказали эффективно сдать осенью. Очень переживаю. Скажите, действительно ли, как на УЗИ показало, или там ничего страшного нет. Действительно, как показало на УЗИ, и страшное есть. Я вам рекомендую начать принимать гормоны. Без гормонов хорошо вам не будет. Ирина Кроцан. Помогайте людям. Спасибо. Анна Лужская. А внучка идет в первый класс. Что нужно сделать, чтобы был успех в обучениях? Вымаливание, я сегодня говорил. Также плюсуйте. Садите ребенка, обводите его в круг. Ставите вокруг со слогами, которые дают первые ступени, вот эти крестики. И говорите, чтобы ума добавилось, чтобы к тебе хорошо относились. Все как в нашей эзотеристской школе Кайлас. Климович Галина. Подскажите, как вернуть теплые отношения в семье с детьми? Когда началась война, я уехала с двумя детьми за границу. Как и многие мамы, спасая своих детей, вывозила, чтобы меньше получили стресс. Я не могу понять, что случилось с моими детьми. Они перестали со мной общаться. Уединяются фактически. Я одна здесь. Хотя живем вместе. У меня стресс по этому поводу. Ведь до этого была любовь, внимание, уважение. А сейчас как чужие. Я растеряна. И не знаю, как правильно поступать. Что дальше делать? Плачу каждый день. Смотрите, как все устроено. Они, вы хотите, чтобы они к вам хорошо относились. Но вам для того, чтобы наш мир так устроен, что если ты не смажешь, то не поедешь. И вы, скорее всего, смазываете хорошо, но недостаточно. Видимо, физически вы смазываете, а энергетически этого недостаточно. Что необходимо сделать? Первое. Представляйте мужчину и женщину, которые с вами живут, или этих детей в виде маленьких детей. Утром. После чего складываете вот так руки и произносите. Вы мои зайчики. Вы мои ласточки. Вы мои пташечки. Вы мои рыбки. Такие маленькие ручки. Такие маленькие ножки. Пусть к вам все люди хорошо относятся. Пусть к вам все вас обожают. В какой-то момент у вас появится ощущение такого доброго кома в горле. Каждый раз, когда вы начнете с ними общаться, вспоминайте вот этот добрый теплый ком в горле или в груди. И увидите очень быстро их отношение по отношению к вам изменится. Это произойдет буквально на протяжении трех... Это что там говорить? Двух-трех дней. Арина Карловская. Я со Станислава Херсонской области. Там идут бои за Николая. Как скоро они закончатся? Вернемся ли мы домой в зиме? В зиме вернетесь. Быстро не закончится. Валентина Балута Шафроновская. Пожелайте мне внуков и невестку. Пусть у вас будут внуки и невестка. Реда Норк. Подскажите, почему от меня отделяют я подруги, знакомые, я очень одиноко. Что делать? Обычно человек становится одиноким в случае, если он считает, что во всем прав. Также произносит слова. Я знаю, я могу. Для того, чтобы к вам вновь вернулись подруги, не говорите слово «я». Не говорите слово «мне», «моё», «я», «имени», «меня», «мне». Не говорите «месяц», дайте такой обет. Ни при каких обстоятельствах не говорит слово «я». Знаете, это как с «благодарю». Очень часто люди пишут. Вот сегодня одна женщина написала мне пять сообщений «благодарю», «благодарю», «благодарю». Когда человек говорит «благодарю», он может, он дарит благо другому человеку. И в большинстве своем до того момента, пока не столкнется с оккультистом. Почему? Потому что оккультист мимо не пройдет. Если ему кто-то дарит благо, то тогда он скажет «хорошо, я принимаю все твои блага». И после чего, если это посвящено мне и я это скажу, то благ не будет. Вот так человек живет, живет, написал тысячу раз где-то «благодарю» на разных постах или еще где-то. А потом говорит «надо же, все очень плохо в моей жизни. Раньше было это, раньше было это, но я всем благодарю, дарила». Ну вот, додарилась любовь, доблагодарила людей после чего. Спасибо, надо говорить. Поэтому не говорите «я», читайте мантру «Он мани под махкум». Это мантра, которая убирает у человека эгоизм. И будете абсолютно другим человеком. Сергей Власюк «Зеленая ник помогла для спины». Спасибо. Я вчера читал Левашова. Я не люблю Левашова, если честно, Николая. Но я когда-то был, это было, наверное, лет 14 назад, наверное, 12, ездил в Россию и был в Кисловодске. И, будучи в Кисловодске, я проводил там семинар, будучи в Кисловодске, я решил заехать в дом, где жил Левашов. И я поехал туда, я был в большом шоке. Почему? Дело в том, что это было уже современное время, но там не было ни отопления в доме, ни воды. Все люди, которые в этом доме живут, ходили в Ководец. Это, конечно, ужасно. Это ужасно. Ну, ладно. Чему я говорю? Вчера я его читал, Левашова. У меня книжка, я люблю периодически читать книжки какие-то. И такая вот статья у него была. Он там пишет. «Я так старался много делать для людей. И это делал, и это делал, и это делал, и это делал. И никто мне никогда не предлагал ничего заплатить за это. И вот, знаете, я не задумывался об этом, потому что я просто тот человек, который создает и делает. Но вот прочитал год, да, так и есть. Вот смотрите. Вчера было записано видео, которое называется «Избавлю вас от заболеваний сердца». До этого было записано видео, которое называлось «Избавлю вас от боли». До этого еще там куча видео было, знаете. Но какие были комментарии там? Ну, люди разделились, где-то 1% написали, что я шарлатан-аферист, там, меня надо посадить и так далее. Кто-то вообще послал матом. Ну, такое дело правильно, кстати. Дальше. Много людей были, где-то процентов 10, которые написали «Да мне стало хуже, да что за ерунда, все это чушь» и так далее. Были люди, которые сказали спасибо, да, спасибо, помогло, там, ответили, да. Но никто из этих людей, ни первых, ни вторых, как прочим, и третьих, никто не предложил, никто не предложил мне заплатить за мой труд. Почему? Странно это. Если тебе помогает, заплати. А почему помогает, а потом вновь болит? Это именно поэтому и болит. Если человек смотрит, ему помогает, а потом не работает, то ему нужно заплатить. Но это не… Я не заставляю это делать. Ваше дело я хорошо зарабатываю без этого. Просто, когда-то была такая ситуация, и… Все-таки. Вопрос о деньгах. Раньше они… О зеленой нитке. Зеленая нитка помогла? Во. Вопрос о деньгах. Раньше они были и часто одалживал. После одного одалживания, я так думаю, перестал владеть деньгами. Они вроде и есть, но мало и не держат. Не повредит ли людям, если это не они после манипуляций, мелочь рассыпать? Нет, не повредит. В случае, если это не они сделали, то ничего плохого вы им этим не сделаете. Не переживайте. Серьезно, не переживайте. Старайтесь. Есть очень древняя книга. Вот нет. У меня есть друг, его зовут Борис Александрович. Он уехал за границу, сейчас живет в Израиле. Когда война началась, то он первый, кто мне позвонил уже 24-го числа и сказал, давай, я тебе помогу и устроиться в Израиле, и там помогу, и семью, и там… Очень много было людей таких, мои знакомые, которые живут за границей, друзья из Америки, Италии, Испании, Швейцарии, даже Монако, и там очень… Финляндии, Норвегии и так далее. Все откликнулись и с Черногории были готовы приехать прямо к границе и там помочь с тем, чтобы обеспечить семью в безопасности. Низкий поклон до конца жизни не забуду этих людей. Но, к чему я это все говорю? Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ага. Но, вот этот Борис Александрович, он в свое время мне сказал такую фразу. Он сказал, ты знаешь, Андрей, я, кстати, об этом на первой ступени рассказывал, он мне сказал, ты знаешь, ты очень озабочен деньгами, ты очень думаешь много о деньгах, поэтому у тебя денег не будет. Ты будь озабочен работой, которую ты делаешь, старайся ее делать много, творчески, как можно больше. Когда я перешел на эту сторону и начал стараться делать больше, обучаться, отдыхать и очень стараться делать работу очень качественно и очень хорошо, могу сказать, что с того времени делать профессионально. Я стараюсь всегда работу делать профессионально. То есть, докопаться, изучить, потренироваться, создать и так далее. И когда я начал делать работу качественно, то это прямо пропорционально увеличило количество денег в моей жизни. А вообще, женщины имеют минус, а мужчины имеют плюс энергетический. Женщина имеет минус энергетический, поэтому она может все спрятать. Если женщине давать, она может спрятать, положить, накопить и так далее. Мужчина при этом имеет плюс. Он может заработать, он может потратить и так далее. Именно поэтому очень часто для хорошего накопления денег в жизни человека очень хорошо, чтобы в семье было мужчина и женщина, и у них была общая касса. Любовь в этом случае будет тем, что я называю алтарем, и будет приносить в такую семью большое количество, в том числе материального благополучия. Помните, я говорил, что семья латнусовая бумажка материального благополучия. Если вы обожаете тех, кто рядом, если вы цените, стараетесь для них что-то делать, если вы добрый человек, если вы проявляете свою заботу и доброту, то это может быть хорошей латнусовой бумажкой, если вы не страдаете, потому что это тоже важно, так как человек очень часто страдает. Помогаю, но страдаю, не могу больше. Вот если страдаете, то это не работает. Если это приносит вам радость, если вы проявляете доброту, это приносит вам радость, то незаменимо к вам потечет любовь. А главный принцип материального, это куда течет любовь, или кому течет любовь, туда текут и деньги. Анна Читрова. Цитрова, Читрова. Здрасте, моя дочь болеет тяжелой формой ростиносклероза, получает лечение, но слабо помогает. Что ждет ее в будущем? Она будет жить. Можно попробовать полечить ее битуриновой кислотой. Продается у меня на сайте. Асельманадырова. Еще один вопрос, я делала сбор по вашей рекомендации, но он заканчивается. Я забыла состав. Ромашка, Тыщевистник, Березовые почки, а четвертую забыла. Зверовой. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Благодарю вас за ваши мантры. Благодарю за ваши мантры. Вопрос у меня по поводу моего старшего сына, я по 27, а он все не находит себя в жизни. Не знаю, чем ему помочь наладить жизнь. Вот вымаливанием сегодня рассказал, как это делается. Добрый день, Андрей Андреевич. Большое спасибо за то бесконечное добро, которое вы делаете. Андрей Андреевич, благодаря вам встретила своего мужа. Ура! У нас в планах построить дом. Скажите, у нас это получится? Получится. Скоро? Не очень. Еще хочу ребенка, но не знаю, суждено ли нам его иметь. Да, суждено. Наталья Бондарчук, будет ли у меня мужчина для жизни? Будет. Алена Крыжаляна. Алена, низкий тебе похлон. Любимая наша всей семьей Алена. Тебе персональный привет от моих детей, от меня, от моей жены и моей Светы, от всех отсветанного брата и его жены беременной, которая скоро должна родить. За то, что ты передала нам самых в мире вкусных фруктов в виде персиков, слив, пяти видов винограда. Это потрясающе. Я сто процентов считаю, что самые вкусные персики и виноград обязательно растут только в Молдавии. Вот сколько бы мне ни говорили, я всегда говорю, что самый вкусный мускат только в Молдавии. Самый вкусный виноград Молдова только в Молдавии. Это как херсонские арбузы, знаете, низкий тебе за это похлон. Скажите, вот видишь, в твою сторону от меня течет любовь, будешь богат. Скажите, пожалуйста, можно в квартире в ВАЗе хранить колосья пшеницы, овес и ячмень? Ячмень к здоровью, колосья пшеницы к богатству, а овес не нужно держать, к силе вообще считается. Хорошо заваривать. Считается, что если сварить овес и пить, будешь сильный и быстрый. Если пшеницу заварить и пить, будешь умный, а если ячмень – здоровый. Светлана Никоненко. Андрей Андреевич, подскажите, скоро я встречу мужчину и буду с ним счастлив? Конечно, скоро. Ирина Гимбицкая. Ваша ученица из Беларуси. У меня есть маленький бизнес с продуктами питания, но сложившаяся ситуация в мире сильно отражается на работе, на жизни, на приобретении продукции. Если можно, скажите, что будет в Беларуси и смогу ли я вести в дальнейшем свое дело? Сможете вести, не все так будет плохо. Наталья Зобова. Почему мой внук с девушкой ссорится и мирится так часто? И после ссоры мой внук жить не хочет. Это все связано с тем, что они сталкиваются с недопониманием. Обычно так и бывает. Мужчине не хватает может секса. Женщине может не хватать внимания. Их же никто не обучал жить, как счастливые люди. Вот они и борются со своими внутренними демонами. Не стоит в этом случае переживать. Жизнь расставит все на свои места. Почему так происходит? Почему происходит так, что мужчина, женщина, особенно молодые, начинают встречаться, начинают ругаться? Это связано с внутренним эгоизмом и с желанием эгоистично использовать я. Один человек говорит, я, я, это я, это мое, это я. Ты не обратила на меня внимания, не дала, не посмотрела, не сказала и так далее. Второй говорит, ты не посмотрела, то есть тыкают, якают. А что нужно делать? Нужно, если это семья, сказать слово мы. Нам, мы не обращаем, мы у нас не получается. То есть вот мы объединение, оно происходит со временем. Вот это объединение мы может произойти за счет детей, а может произойти за счет сознания. То есть вот это объединение мы, оно может быть. Почему так получается, что родители и бабушки и внуки живут лучше, чем бабушки и дети? Допустим, родители и дети живут обычно хуже, чем бабушки и внуки. Это связано с тем, что когда родители начинают воспитывать своих детей, то у самих родителей есть определенные качества. Каждый человек со временем сталкивается с тем, что определенные качества, такие как страх или жадность, они его донимают. Этот человек не хочет, чтобы это все было у его детей. И он воспитывает ребенка с позиции того, чтобы таких качеств у него не было. Это возможно для одного слабость, для другого это там глупость и так далее. И вот они воспитывают своих детей так, чтобы у них не было ни слабости, ни глупости и так далее. Но сам же человек, который воспитывает сам эти качества имеет, имеет, а он воспитывает детей, у которых этих качеств нет. Правильно. Тогда у одного есть качество, у другого нет. Они будут друг на друга раздражаться? Несомненно. И третье. А когда родители воспитывают своих детей, то их качества противоположны. Когда получаются качества, которые есть у внуков, будут совпадать с качествами, которые есть у бабушек и дедушек. Поэтому бабушки и дедушки хорошо живут с внуками, а мамы с папами плохо со своими детьми. Вот так. Почему мой внук с девушкой... А, ну, ответил. Елена Белоус. Моя дочка с пяти лет начинала иногда просыпаться ночью и ходить. Сейчас ей 11. Но она по-прежнему иногда просыпается и приходит ко мне в комнату что-то говорить, что ей страшно. Это первые признаки судорог. Правда. Происходит это в основном перед ответственным мероприятием. Судорожное. Это у нее судорожное как проявление. На утро ничего не помнит. Есть ли способ кальций нужно давать? Кальций и магний. Давайте ей кальций и магний. И этого ничего не будет. Есть препарат Минералекс. Есть препарат нашей компании Моргустоп. Есть цитрат кальция. Вот их начнете. Давайте не будем. Это физиологические проблемы. Не связанные с эзотерикой и энергией. Мир вам у вашей родины. Андрій Андреевич, у меня все. Что там все? У меня запитание придбала СНГ-60. Я часто ее можно продвинулась. Хочешь каждый день. Чи выйду я замуж за человека, которого я сейчас люблю? Конечно. Ну можно мне не задавать эти вопросы? А если нет? То что мне надо было сказать нет? Ах, девочки, девочки. Татьяна Минько. Здоровья вам. Я ученица пятой ступени. И вы для меня путеводная звезда. Правильно. У меня к вам вопрос. Невестка со мной в данный момент находится в Швейцарии. А муж ее, то есть мой сын, в Мексике. На работе. И как скоро будет их воссоединение? Они этого очень хотят. Но пока обстоятельства не позволяют. В следующем году, к марту месяца, уже будут вместе. Не переживай. Елена Трофименко. Большое спасибо за ваш труд, за ваши советы и помощь всех благ. Будет ли в моей жизни верный и надежный спутник? Да. Но только себе задайте вопрос. А вы этого хотите? Смотрите, как это все устроено. Если вам не нужен секс. Прям в настоящем виде. То партнер вам не нужен. Мужчина, с которым вы будете планировать жить, будет хотеть от вас интимных отношений. И скорее всего часто. Скажите мне, если вы, признайте себе, если вы готовы на частые интимные отношения, то тогда партнер или любимый, как вы пишете, спутник будет. Если вы себе можете сказать, я найду... Вот произносите слова мои. Скоро у меня будет мужчина, и я буду с ним каждую неделю, три раза в неделю, заниматься сексом ночью. Вот если вы поверите в это, и вам этого захочется, обещаю, сто процентов будет. Если вам он нужен, как партнер, как друг, как спутник, то не нужно. Тогда лучше собачка. Елизавета Прищепа. Сидит на гормонах аутерокс? Хорошо. Можно ли от болезни щитовидной избавиться? В его случае нет. И второй вопрос. Сыну Виталию 45 лет. После ковидных, очень нервный, работает среди пьющих. Может ли устоять? Как помочь на большом расстоянии? Будет выпивать. Поэтому, конечно же, на расстоянии, вот таким вымаливанием. Пройдите первую ступень. Я там рассказываю, как программу строить. Ла, Лена. Подскажите коды, чтобы забыть мужчину. Сильная обида на него. Прикидывается нервным. Все его во мне раздражало. Но как съехала, так сразу в дом привел другую. Кстати, вашу землячку, украиночку. Вот, обвинили, что привел украиночку. Видите, на все украинцы какажут. Сказать, что лучше меня не скажу. Но больно, что меня просто как вещь выкинули. Сегодня хочу забыть его. Прямо в моей группе Дуйко Калас и РТЕ Дуйко Кайлас и РТЕ есть код, который называется произнеси это столько-то, столько-то раз. И после чего забудешь в этот же день человека. Также в первой ступени я рассказываю о листочке и так далее. Подходите. Ну что с вами? Почему болят колени? Что я делаю неправильно? Как результат боль в коленях. В вашем случае мясо кушаете много. Откажитесь от мяса, зелени. Колени начнут хорошо. Это аксалаты у вас. Почему аксалаты? Очень сильно огорчение. Когда человек часто огорчается, то у него появляется боль в коленях, артриты и так далее. Огорчения могут быть связаны с будь чем. То есть огорчение по поводу войны, огорчение по поводу плохих слов, огорчение по поводу соседей, огорчение по поводу воды, огорчение приводит к тому, что появляются вот такие проблемы. Обвинение и огорчение. Наталья Мамалыга, красивая фамилия. Низкий поклон за все, что вы делаете. Доброе сердце. Третий год в школе. Приобрела четвертые, четыре обновленные ступени. Начала проходить третью и застряла. Что-то никак не сдвинуть с места. Что не так? Теперь пройдете. Идите дальше. Первые две на одном дыхании, а дальше никак. Не торопитесь. То, что не нравится, не смотрите. Можете просмотреть на ускоренном. Но я хочу вам сказать, что перейдя третью и перейдя на четвертую, вот четвертая, это решающая в эзотерике ступень. Там происходит настоящая магия. Тот человек, который проходит четвертую ступень, разделяет в дальнейшем свою жизнь до прохождения четвертой ступени и после. Наша школа, она необычная. Когда человек учится и проходит три ступени, то это как бы познание мира. А когда он проходит четвертую, то он так много для себя всего открывает. И это невероятные, ни с чем не связанные такие ощущения. Я потом об этом говорю и на седьмой ступени. И говорю о том, что возникает вот это чувство, которое я там называю атманом или атманическим. Вот необходимо его обрести и через него начать жить. Если жить через состояние атмана, то жизнь изменяется, потому что жизнь становится везучей, везде везет, везде все получается. Как обычно происходит у человека. Человек жил, допустим, мы жил бедно, или человек жил, у него там не было мужа или жены. И человек хочет это. Потом начинает читать код, а внутренний страх, такой внутренний страх, он его шкребет. Вот если там где-то есть такой паттерн, я его называю, внутреннего страха. Знаете, это подсознательный страх. Та не будет или та, как это возможно. То есть недоверие, внутренний страх какой-то. То не получится. Должно быть, как у детей. Произойдет. Та как? Та не знаю. Вот так как-то должно быть. То есть читает человек, там заработать деньги, а внутренний страх, то блин, как же их заработать, там ничего не получится. Лучше ни о чем не думайте. Лучше чипсы ешьте. Должно быть, как у ребенка. Вообще об этом не надо думать. Почему женщины не могут выйти замуж? Они слишком много об этом думают. А когда человек думает о чем-то, он боится. Вот смотрите, как вам это доказать? Очень несложно. Представьте себе, будто человек находится перед стоматологом. И нет, не так. У человека экзамен завтра. И этот человек, у человека должен появиться экзамен. И ему говорят об этом, давайте даже не так. Нет, давайте так. Человек должен пойти к стоматологу или к гинекологу. Но ему об этом говорят за месяц. И каждый день говорят ему на протяжении дня четыре раза. Звонит какой-нибудь нехороший человек и говорит, Татьяна Петровна вам к гинекологу через четыре месяца. Потом в обед, потом вечером. И чем ближе к дате, тем ей страшнее. Второй вариант. Две подруги зашли и находятся возле гинеколога. Одна с другой пришла и одна говорит, я не пойду к гинекологу. А вторая говорит, я пойду. Та зашла, выходит и говорит, давай ты. Она говорит, как я? Да давай, заходи. Завела ее. Вот скажите, кому из них было страшнее? Наверное, той, которая четыре месяца боялась. Боязнь блокирует исполнение желаний. Если человек каждый день думает, как я выйду, когда я выйду, за кого я выйду, кто это будет и так далее. Вот тем дальше и тем сложнее будет. Да вам должно быть все равно. Выйду, да как, да пофигу как. Выйду и все. И дальше, как в детстве. Ага-ага-ага-ага. Вот таким образом. И я колесник. Приветствую вас, Андрей Игорьевич. Покажите, как снять рассорку семьи. Сделала, сказали, моя сваха. Ну так пусть кто сказал, тот и уберет. Но вам сказали, а вы при этом это с дурной головы на здоровую. У меня все хорошо. Зачем вы мне это говорите? Вот вам сказал кто-то, а я не считаю, что это рассорка ей. Раньше жили дружно, те, как собака. Да это не рассорка, это просто кто-то ей там рассказывает. Вы бы меньше ходили по бабкам, что одна, что другая. Ходите по бабкам или ходите по этим гадалкам, а они из вас деньги там бьют и издеваются над вами. Хотите эзотерику, как помириться, я уже сегодня сказал, проводите обряд вымаливания. Все получится. Сдвиньте с места меня. Пусть все, кто сегодня находится, сдвинется с места. Пусть у вас получается. Пусть теперь у вас в жизни получается и материальное благополучие, и везение. Пусть кто не замужем и не женат, пусть выйдет наконец-то замуж и женится. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Можно ли носить длинные волосы мужчинам? Какое имеет значение? Можно да. Что можно сделать с поломанными на стенах часами? Отремонтировать? Вообще, часы должны идти. Старайтесь, чтобы часы, которые есть в доме, шли. Но. Есть но. В случае, если часов у вас 5 и только одни идут, то остальные могут находиться у вас в квартире. В случае, если у вас одни часы, они остановились, то их лучше либо отремонтировать, либо выбросить. Такие часы обычно могут приводить к появлению психических болезней, к ступорозным таким состояниям, когда у человека не может принять решение, не может ответить, не может боиться чего-то. Страхи могут возникать. Уважаемый учитель, добрый день. Нужен ваш совет. Как восстановить жизненную энергию и как же вернуть вкус и обоняние после перенесенного 7 месяцев назад ковида. Поможет мой спрей эмбрионозин. Он уберет проблемы, которые связаны с перенесенным потерей вкуса. Можно сделать дома специальное вещество, я его называю яичное масло. Если его закапывать, то очень быстро вкус придет. Каким образом он делается? Берете 10 куриных яиц, варите не менее двух часов. Потом очищаете, охлаждаете белки, как хотите, что хотите с ними делайте. А желтки используйте. Натираете на мелкую терку, заливаете 10 желтков двумя стаканами оливкового масла и жарите на сковороде чистой, очищенной, не менее 20-40 минут. Потом через марлю отжимаете, или через колгот чистый. Все, что отжалось, называется яичное масло. Сложите его в баночку, закапываете им нос, закапываете им горло и смазываете горло. Через 10-15 дней вернется обоняние и вкус. Дальше, как восстановить жизненную энергию. Я это рассказываю на первой обновленной ступени. Бухауки код есть такой и применение и педаторе. Также много об этом говорю на первой ступени. Вы же ученица, как вы спрашиваете. Лариса Квитко, пожалуйста, как спокойно реагировать на матерные слова? Я своего мужа отучила дома ругаться матом, но когда он садится за руль, из него какой-то монстр с матерной бронью вылазит. Что у меня внутри все переворачивается и хочется плакать. Смотрите, в случае, если такое происходит, говорите о гингам. Дело в том, что такие духи, которых он призывает, они называются, они называются, не важно, как они называются, хотел поумничать, не помню, якшами, якши. Когда человек произносит матерщины и слова, он призывает якш. Якши могут как служить человеку высокодуховному, так и разрушать. Где я такое вычитал? Это в свое время было сказано Мачиглавдон, книги ее «Отсекая надежду и страх». И там она говорит о якшах. Она говорит «Не убивайте якш и не торопитесь уничтожать духов». Она там говорит о том, что они тоже живые. Таким образом, она демонстрирует буддийское состояние добродетели, максимальное служение всему, даже несмотря на то, что это злое существо и злой дух, мучающий человеческую расу. Она все равно утверждает, что разрушать и уничтожать это не нужно. Я с ней согласен. Дело в том, что такие якши, они часто призываются, когда человек матерится. Так вот, их не нужно бояться, но нужно им давать указания. Смотрите, человек говорит «Йоханы, бабай, кампучия, гандураса». Вы говорите «Это все слова, которые к деньгам». Пусть «Ох ты ж, к деньгам, ох ты ж, к деньгам, ох ты ж, к везению, ох ты ж, к здоровью, ох ты ж». Вот так делайте и здоровье и везение будет. И тогда муж ваш перестанет ругаться, потому что то, что вы так реагируете, заставляет его ругаться. То, что вы начнете реагировать по-другому, полностью изменит в дальнейшем данную ситуацию. «Прошу помощи, мой внук не говорит, а только издает звуки. Ему уже четвертый год. Что делать? Он заговорит, заранее благодарю». Нет, не заговорит. Но можно попробовать его полечить. Там есть у меня семинар такой, он бесплатный, выложен он в Ютубе, называется «Лечение укизма дульков». И там я рассказываю о теориях, одна из них – это аммиачная теория, там, и так далее. Поэтому посмотрите, будет все. Тайна. Сможете, последнее видео было посвящено детям с подобными проблемами. Олег Филиппов, когда перестанут стрелять в прекрасный город Николаевский, когда выгонят Орхтов и Стерсона, все, что делают, все посвящая этому, уже душа начинает выгорать. Это долго еще будет. Это будет, ну, не ранее, аж, ну, 5-6 октября. Нам, вам еще придется жить целый сентябрь. Весья Барановская проходила сангаря за тем ступень, такими кодами отдать предпочтение. 75-м, а то и ступени сангаря очень много, согласен. Надежда Кобров, Кобров, Кобров. Можно ли убрать эзотерические, сильные высыпания на лице и коже моего взрослого сына? Эзотерические нет, энергии не хватит. Можно ли убрать каким-либо образом? Можно. Берете соду и полынь напополам. Берете соду и полынь напополам, порошок соды, порошок полыни по чайной ложке и смешиваете с двумя стаканами холодной воды и по одному стакану два раза в день. Второй вариант. Начинаете давать на кончике ножа серу очищенную. Пусть он ее пьет два раза в день. Убрать семечки, алкоголь, убрать сладкое на длительное время, а также молочное. Марина по Мацанюк. Скажите, пожалуйста, в каком направлении вы затерите мне лучше развиваться? В целительстве. Ирина Пишинец. Спасибо большое. Пожалуйста. Галина по свистак Чаплинской. Ученица, скажите, выйду замуж? Да. Андрей спрошу у вас о том, что волнует, когда закончится одиночество дочери 45 лет на фронте внук и зять. Будет хорошо? Будет хорошо. А закончится в 46 закончится. Жанна Коваль. Какого числа можно переселяться в Новый Дом в сентябре? 5 или 11? Светлана Домаш. Ученица школы живем в Испании в хорошем городке. Скажите, стоит нам, сестрой, переехать в большой городе? Получится у нас? Получится. Переболела короной 6 месяцев назад. Стала забывать какие-то слова. Стали чесаться шея, область декольте. Спасибо, Андрей Андреевич. Пейте соду. Одна чайная ложка на стакан воды два раза в день. Перестанет чесаться и шея, и декольте. Все пройдет. Людмила, Людмила, очень нужно. Какое дело я могу открыть, чем заняться? Хлара Силкина. Будет ли у моего сына работа в этом году? Будет. Он не знает, в каком направлении двигаться. Подиплом и система техник. Любит животных. Сажает деревья с волонтерами. Правильно. Ему судьба заниматься животными. Пусть обучает собак, пусть стрижку обучится их подстригать. Вот все, что связано. У него хорошо будет целительство получаться. С него бы хороший врач получился. Антонина Решетняк. Желаю вам и вашей семье мира и добра. Скажите, когда я с моими родными вернемся в Украину? Муж служит, очень сильно переживаю за него. Удастся ли нам быть вместе в этом году? Да? Василий Хрусталек. Чем мне лучше заниматься? Отвечал раньше. Оксана Шафиева. Когда моя вторая дочь студентка решила летом подработать, шеф не хотел платить за отработанный месяц. Закрыла должника в банк, в обряд моментально сработал, деньги отдали быстро. Второй раз решила сделать также с хозяином дуплекса, который отказал вернуть деньги за съемную квартиру моей дочери и другим детям. Тоже снимали комнаты. Не получился обряд? Почему? Не хватает психической энергии? Хватает. Вы забыли о моем правиле. В случае, если вы об обряде кому-либо рассказываете, он перестает работать. Не надо было всем рассказывать. И именно поэтому обряд не сработал. Вот вам надо аннулировать. Таким образом покаяться. Знаете, как нужно. В случае, если вы рассказали кому-то об обряде, то вы его таким образом отдали человеку. Таким образом вы его должны вновь выкупить. Таким образом у меня. Сделайте мне просад и скажите просад за обряд для того, чтобы он со мной работал. Отправьте доллар И будете работать Елена Донецкая Моего сына можете полдол Можете цент Елена Донецкая Моего сына обвиняют в том, что он не совершал Да, так бывает Скажите, его отпустят Или оправдают Его не оправдают Может есть манеры помощи ему Первая ступень помощь Спасибо за то, что даете Уверенность за отошли мне, пожалуйста Лена Виттерман Мои дочери виноваты или нет? Показывают, что Виновен Моей дочери 29 лет Удалили щитовидную лимфатические узлы И так как там был рак Делать ли ей радиотерапию? Обязательно Гормоны она не хочет принимать Придется Если не принимать гормоны, будут иммунные проблемы в дальнейшем Гормоны нужно принимать И радиотерапию тоже принимать Да Аллена Геллер Подскажите, пожалуйста Что более значимо в эзотерике Умение визуализировать И видеть энергию И возможность ее чувствовать? Первая ступень Вам нужно ее пройти Там я об этом рассказываю Гораздо важнее начать чувствовать Вера Божурко Надежда на вас всю жизнь В жизни кувырком Хоть самой счастливой Хоть год А мне скоро 68% 100% будете счастливы Вы просто не ощущаете Вот если вы сейчас говорите Я несчастлива в жизни кувырком То это хорошо Почему? Спокойная жизнь не для вас Вы сам по себе человек Такой хоррористический Взрывной Эмоциональный Что по-вашему хорошо? Посадить вас в тишину В покое Вы с ума сойдете Пусть будет так Все нормально Хорошая у вас жизнь Поменяйте к ней мировоззрение Валентина Лунгу У человека есть свободный выбор В астральном мире Этот выбор есть Встречая вас Мой жизненный путь изменился В лучшую сторону Да Ирина Кишенина Ваша ученица Когда у нас начнут выпускать моряков на работу Не быстро Это не произойдет до конца года Аж в следующем году Еле Шабалина Восхищаюсь с вами и вашей семьей Скоро у моей доченьки будет любимая семья Скажите пожалуйста когда? Нет Алексей Тарасенко Спасибо за ваш труд Низкий вам поклон Спасибо Внуку 8 лет не разговаривает Что делать? Попситоцин спрей Гепокс Им не манон Ольга Тарасова Два года Я с вами никак не могу найти общий язык с невестой Переживаю Дело обряд объединения с кровью из 1 СНГ Вот этот обряд объединения с кровью Его необходимо делать Тысячу раз Один раз то что вы сделали Это вообще ничего Его нужно делать Десять раз на протяжении дня Мощно концентрируясь при этом И делать так на протяжении 40 дней А когда я один раз делала И все И жду что-то Нет Нет Это нужно делать долго Татьяна Захарова Господи, ну помогите мне Скажите, пожалуйста Что делать? Когда я практиковала опять мантры любви Получила так Что теперь от боли Вынести не могу Ему с женой Я не нужна Только бесплатное развлечение Скажите Нет Скажите Нет развлечения Скажите Я даю только в случае Если я буду в дальнейшем твоя жена И все И Будет ваш Вы же сами отвечаете на свои вопросы Скажите Я хочу Я обожаю Но только после штампов папа Давай Или не приходи вообще Мне в сентябре 43 родила Двух детей Хочу еще Старше 24 Пожалуйста Не поздно Не поздно Правильно Делайте Если родите еще У вас получится Можно ли продать квартиру Выше цены Которая на рынке Конечно можно Ну что Хороший получился вебинар Могу ли я по окончанию войны Восстановить Увеличить свое кондитерское дело В Харькове Или стоит искать направление Своей деятельности Не стоит У вас будет это хорошо получаться Я вам обещаю Вы будете Очень богатым человеком Прямо Мега Я прямо это вижу И у вас будет Очень Очень хорошо получаться Смело Лариса Грусть Занимайтесь Людмилка Садовска Отчего все болезни Я считаю стрессом Все болезни От Отсутствия Добродетели И об этом Сказано В кибетской медицине Там сказано Что Все От отсутствия Добродетели Там сказано Так То есть Это буквально Звучит так Ха-ха-ха Кричу я И говорю Мне нравится Моя жизнь И От нее Получаю Радость И удовольствие Никто Меня не Разграшает Не бесит Жизнь Прекрасна Ура Я в ней Живу Это моя Драгоценность А дальше Сказано В случае Если этого Всего Не получается То можно Лечить Человека Тибетской Медициной То есть Это и называется Добродетель Быть добрым Проявлять доброту Верить в то Что доброта Тожествует Все Вот таким образом От этого болезни Наше недоверие доброте Наше непроявление доброте И наше нежелание Принимать чужую доброту Проявляется в нас В состоянии болезни Три элемента доброты Которые человек уничтожает Делает его больным Я считаю От стресса Ну да От стресса Все от стресса Если человек Стрессует То от стресса Все забывают Все болезни А стресс убивает Иммунную систему Знаете А как же те люди Которые не испытывают стресс Я когда-то находился В монастыре Который находился В Китае И там В этом китайском монастыре Я знал людей Которые всю жизнь Прожили без стресса У них не было Стресса никакого Все их стрессы Заключались в том Что они Один раз в году Там проводили обряд Ну и ничего такого не было Они не ругались Там Очень такой приятный Образ жизни вели Я знал таких людей И Один из этих людей Он очень сильно болел У него были жуткие артриты Там и так далее Ну и Я говорю Почему у вас артриты Вы же разбираетесь в этом Он говорит Я внутренний злой человек Меня бесят люди Те неправильно едят Те неправильно Я говорит Понимаю это все Ну говорит Это у меня такая карма Прожить просто С внутренними демонами Ничего с собой сделать не могу Я над этим работаю Он говорит Я люблю Буду Я люблю Дхарму Я люблю Сангху Но меня бесят Когда люди плохо едят Меня бесит еще что-то Меня там бесит И говорит Да Я добрый Но внутри Оно все равно остается Поэтому я болею Но когда-нибудь Я с этим Я смогу В одной из своих жизней Я смогу это преодолеть Ну и дед за мной Он преодолеет Желание что-либо преодолевать Уже практически И есть стопроцентный успех Мне 74 года 6 лет страдаю циститом Цистология Лечение не помогает Боли ночи Все напролет Помогите Может это хронический Пилонефрит В моей компании Есть препарат Цистонорм И Энуратин Попринимайте их И не будет цистита Проверено Вот точно Точно Давно Есть народное средство Тыщелистник И зверовой Напополам Одна столовая ложка Смеси С стаканом воды Горячей И пить Второй вариант Это горчица Сухая На ночь То есть берется горчица Не сухая А в виде зерен Берется пригоршнее зерен Горчицы Чайная ложка Пьется не разжевывая Запивается холодной водой Утром и вечером Соду еще можно принимать По чайной ложке На стакан воды Два раза Асельма Назырова Скажите Ну лучше мои препараты Смогу ли я получить Долгожданный документ Да Как привлечь к себе Удачу Путем радости Становитесь радостным Частливым Веселым человеком Удача будет вам Когда человек умничает То удача от него Почему Дуракам везет Скажите мне Вам понравилось Сегодняшнее Сегодняшнее Вам понравился Сегодняшний Семенар Спасибо большое За чудесный Вебинар Сразу стало легче Настроение поднимается Вы замечательный человек Спасибо Как избавиться от Косточки на ноге Не могу долго ходить Есть мазь такая В нашей компании Называется она Что она называется Вальгусановая Используйте ее Сможете нормально себя чувствовать Народный способ Вспомнил Такой он Нестандартный Берется медная монета Старинная Ставится на кость После этого Молоточком легко Ударяется по одной кости И другой стороной Монеты прикладывается И по другой кости И на перекрестке Ночью Закапывается И нужно уйти Не поворачиваясь назад У меня была девочка Она из Винницы Она У нее были прямо Очень Такие большие кости На ногах Галина ее зовут И она потом Со временем Кстати я был Тот человек Который ей сказал Она говорит Все я больше никогда Не выйду замуж Мне не нужно У меня же двое детей Я не хочу Мне мужчины не нужны Все мужчины Какашки и так далее Я говорю Послушайте У вас будет мужчина На пять лет Вас меньше И вы родите ему Еще двоих детей Она Нет Андрей Андреевич Зачем мне уже Сорок И так далее Вот я вам говорю Родила еще двоих детей Мужчина любимый Любит его Так вот у нее были Косточки Она сделала И говорит Никогда в магию Оккультизм не верила Андрей Андреевич Низкий поклон Все получилось И так далее Ура Не будет Ядерного взрыва Не будет Не в Энергодаре Не где-либо еще В этом году Ядерных взрывов Не будет Нигде Я об этом Говорю В начале года Говорю Во время Начала Этой Специальной Войны На самом деле Специальной войны Не будет Взрывов И так далее Есть один из семинаров Моих Там я говорю О том Что взрывов Ядерных Не будет Потому что Не Астрально Не ментально Не как-либо еще Не проявляется Нигде То о чем Вы говорите Поэтому Можете Не заморачиваться Так Есть только Слов Сейчас я Пишу Сейчас От З В Дун Открываю 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 Я почитаю Разоблачение Андрея Андреевича Дуйко Который пишет На канале Ваши слова Это обо мне Ужасно разговаривает Про акцент Его украинский Тоже Скажу Вот его энергетика Манера поведения Манера речи Все Нам тоже Говорит Что он Националист Причем Жесткий Такой Националист Понятно Вот это Нечего Больше Сказать Дуйко Дуйко Плохой Националист Понятно Написал я как-то раз письмо по поводу своего ребенка и для меня это было важно Дуйко ответ по сей день жду Так два года и все практики его не работают Я не могу читать письма Я каждый день об этом часто говорю Получаю от шестиста и до тысячи писем И люди которые у меня на канале не накручены Это все люди которые сами добавили По поводу национализма Если вы Если я вас раздражаю Или там Бешу своим высказываниями Или бешу своими Или там Нервами Или там еще что-то Не нравится Зачем меня слушать Зачем на меня смотреть Зачем Проходить мои семинары Зачем это делать Я людей люблю И поэтому я Выкладываю периодически Целительные вот такие Семинары Вы их можете видеть Вот вчера Было выложено О том Как я убираю там Проблемы сердца И снижаю давление Это же бесплатно Я на этом не зарабатываю Я это подключил На это трачу свою энергию Там убрать боль Есть семинары Избавление от заболеваний позвоночника Кучу кодов этих Бесплатно выложил Везде это делаю Там что написано Только этим слушать Или только этим По поводу того Как я разговариваю Я хочу вам сказать Я разговариваю И спелкуюсь украинскую мову Также Спрехи на дойче Также Еще на разных языках Именно поэтому Видимо Это все создало акцент В своей жизни Я пожил в разных странах Поэтому это дает Свой акцент Иногда Когда-то температура поднялась Все разговаривал На разных языках А по сей день ждет Ну так Надо было быть настойчивой Ну и хорошо Что не ответил Знаете Почему люди думают Что в случае Если они Мне пишут То я обязательно Должен ответить И потом Умеет еще и претензию Скажите Что Обязался Перед вами Быть тем человеком Который должен Вам отвечать Или должен Исправлять судьбу Или должен Что-либо Для вас Дело в том Что люди думают Что я Обязан Чем-то Для них На самом деле Это мое Служение Мне хочется Служить Мне хочется Помогать Мне хочется Быть полезным Людям Которые Меня смотрят В случае Если человек Думает Что Он удалится И тем самым Сделает мне плохо Да нет Мне вообще Все равно Я не замечу На самом деле Для людей Которые Меня смотрят Гораздо Важнее Меня смотреть И у меня обучаться Чем мне Обучать их И делать все Для того Чтобы они смотрели Поэтому Пусть в жизни Будет все Справедливо Но Знаете Всегда Находятся Те люди Которые Видят только Плохое Всегда находятся Те люди Которые Видят только То что им Не нравится Всегда находятся Люди Которые Завидуют Всегда находятся Люди Которые Злятся Всегда Находится Кто-то Ну и в этом Прелесть Потому что в случае, если в этом мире есть разнообразие, в случае, если в этом мире есть много разных проявлений, то этот мир именно таким образом и становится прекрасным и красивым Единственное, что буллинг это заплевывание, гнобление и незаслуженное оскорбление, я считаю это низко Но такое тоже бывает, почему? Весь род человеческий делится на разные касты, вы наверное об этом читали в Адхарваледах и в Панишадах И там сказано о кастовости, вот чем ниже человек, тем больше там ругни, ненависти, зла, проявления злобства, руганье, вредности, огорчений Такие люди, они не создают свет вокруг себя, это люди угрюмые, злые, вредные, у них всегда все в жизни плохо Есть другие виды, это люди рожденные с улыбкой на лице, им все нравится, нравится семья, дети, жены, работа, они успешные и так далее Вот знаете, это такая особенность, если их поставить между собой, то между ними и разницы не будет никакой Один просто все время находит все плохое, другой находит все хорошее Вот я тот человек, который несмотря ни на что стремится к тому, чтобы находить во всем что-то хорошее Чего и вам, собственно говоря, желаю Всем желаю мира, в мане под махом Последнее Там в моем телеграм-канале было написано, кто-то напечатал мантру Это Гая Крима Написано, что если человек будет ее читать, то поможет избавить другого человека от алкоголизма Это не так Данная мантра имеет философскую и эзотерическую сторону Эзотерическая сторона заключается в том, что данная мантра, она буквально звучит так Для чего она? Она является мантрой, оберегающей семью От чего? От любого зла Оберегает человека, от чего? Каждый человек, который живет по принципу салитура и по принципу солнца Это человек, который солнцем, своим сердцем, горячим, создает тепло вокруг себя Он создает тепло И буквально мантра звучит так Пусть тепло, которое возникает в моей груди, как солнце Согревает тех людей, которые меня любят И разрушает тех людей, которые меня ненавидят Именно поэтому я все время и часто говорю Люди, не дарите любовь окружающим людям Почему? Вы их сожжете Они недостойны вашего жара И они могут от этого сгореть Поэтому создавайте ваше тепло и ваше солнце для тех, кого вы любите И ваше тепло, савитур, поможет спалить все и все ужасы, которые есть вокруг вас Помните о доброте, помните о служении, помните о видоизмененном сознании, которое я называю духовностью Это проявление внутренней радости Так вот и матрия Умбургуасваха Тацавитурвариням Баладуэседмати Львнафа Цзэ До свидания Будьте здоровы Заканчиваю трансляцию Заканчиваю трансляцию